Доброе утро! Доброе утро, дорогие наши подковцы! Чашка кофе! Мне сегодня праздник! Что там такое? Все нормально. Котик, но Лесе больше шоколада, чем мне. Лесе больше шоколада. Чего это больше? Далее больше. Я поправила. Вы слышите? Не, от меня. Я бы вам дала по десяточке такого. По десяточке на одни руки. Так, мои любимцы, хорошего дня. Сегодня среда. Сегодня мы зашли, Лесе говорит, а где молочка? Вы знаете, почему-то так оно заведено, что по средам нема никого. Честно, мало людей приезжает. Но я хочу сказать, в любом случае, вы прийдете, если женький творожок, сметанку, колбаску вы купите. Мы вам хотим... Ой, сегодня девочки, сегодня я заказаю опять не буду. Килограм малосолки, там, рыбульку малосолку. Дивите, рыба прийде сьогодня. В обед. Мы сделаем повестковый ролик. Реба будет сегодня, а малосолка будет завтра. Завтра отправим все, все. Кто там, конечно, какую-то зюнаечку, колбаску и курочку, мы отправимся однозначно. А на сегодня нема, потому что уже девочки, вы не хотите нам отправить. Девочки, новый ролик, даже не видели? С рыбулькой. Сегодня будет ролик, покажем рыбку, какая цена будет. Я тоже не могу сказать. Когда рыбка приходит, мы знаем цену. Но это потом. Самое главное – мир, добра, позитива, хорошего настроя. А мы вас целуем, любим и днем. Наши подкупщики. Наши подкупщики. Петя, ты что? Петля, ну что ты? Петенька. Я, конечно, люблю тебя. Бачишь, за тобой что забули? Раз, два, три. Петя, ну все, пей, пей, пей. Это мы за Петю забываем. Вот ничего, треба ему давать. З ним треба говорить. У нас команда не один плюс два, а один плюс три, потому что з нами есть Петюнька. Петя, Петя, петушок золотой, грибишок. Я не говорю, я Петюньку золотой, я его люблю, да. Так, мы, короче, мы сегодня тоже на легкие. Вот, что значит, нам мало сумки. Сегодня человек уже пять-шесть, да, утром мало сумка. Да, она у нас вкусная. Но у нас есть вот такая копчёная. Вона, правда, 900 гривен за килограмм, но она копчёная. Но нет пока. Смотрите, сегодня будет 30 ящиков репки. Сегодня Костик, я не знаю, как это фильтр оборвать. Мы сегодня едем на Новоселье. Мы сходим на Новоселье, Костик повернете. А что вы делаете? Так что мы икор сделаете. Икорочка есть, икра 600 гривен за 100 грамм. Икор и вода. Боже, девочка, девочки мои мили. Вчера у меня девочка забыла. Две баночки по 200 грамм орбушек. Прийдите, будь ласка, заберите. Женщина курить уезжала. Вчера я получила, вы знаете, что я получила вчера. И такую икорочку, премиум-класс, 700 гривен. И большую, и маленькую. Вот такая икорочка 600 грамм, 3 700 грамм. Вона у нас не разная. Есть крабики, есть крабики маленькие и большие. Такие сделаю вам тут, знаете, мини-мини обзорчик. Потому что, вы понимаете... Ой, ехуша. Понимаете, вот, нема голосовки, я не знаю. Иначе все, остановилось все. Так, смотрите, есть щучка, есть печень крески. Вот такая щучка 250 грамм, тысяча 900 грамм. Маленькая щучка 500 грамм. Так что, мои хорошенькие. У нас абсолютно есть все. Просто, что такое? Что с тобой? А, чуешь Костя? Вот тут, да. А ты знаешь, не знаю, где так у меня есть? Ну, мог. Давай, выкунь. Пошли, пошли. Пошли. Покажи-то потульки на седьмом. Ира нам дала с тобой. Они хоть такие-то клайки для Костя. Видишь, Леся? Виходь, давай. Так, идем до колбаски. Рыбок колбаски у нас очень-очень. Асортимент очень-очень. Смотрите. У нас кролик с фисташкой. Сейчас это все последнее, да? Мы заказали 100 палочек. Он действительно у нас хорошо продается. Девочки, есть такой вот у Микс. Смотрите. Тут идет и кролик с фисташкой, и с салом, и без сала. И, ну, как хотите. Килограмм вот этой колбаски стоит 650 гривен. В нем около 300-400 грамм. Такая колбаска по 600 грамм. Кролик с фисташкой. Смотрите. Говядинка с вешенью. Это уточка. Это все по 650 гривен. 350 гривен за килограмм. 650. Вот такая говядинка. Вона идет 700 гривен за килограмм. Потом с этой стороны все видно. Давайте сделаем такой мини-мини обзорчик. Вот таким словом. У нас икрая, только горбушка. Горбушка уже икра идет. Этого года. Смотрите. Вона... Смотрите. Мне подарили это гомишко. Он всегда со мной тоже. Смотрите. Икорочка идет уже. Этого года. Вона не такая прям плотная, как она должна была быть. Но она, она очень вкусная. Вона малосольная. Икорочка идет 600 гривен за салом. Кстати. Хочу сказать, что икорочка, наверное, пойдет немного вверх. Потому что цена ее будет расти вверх. Вот такие выборы кривна. Шаланды полные, как и фалии. Нам Костя в гости приходил. И я хочу вам рассказать, что... Я хотела что-то рассказать. Неся, ты меня сбила. Я резко повернулася. Я когда спевала, ты на меня не смотрела. Когда я перестала свет, повертаешь на меня камеру. Вот за то у меня Петюнька. Смотрите, как Петюнька вас всех встречает. Мой красивый тульчик. Моя лепушка. Так, Леся, это как раз, скажите, щучка. 250 грамм. 1000 гривен. 112 грамм. 450 грамм. Вот такая щучка. Печеночка. Это она 500. Така 900. Тут у них есть маленький 100. Великий 500 гривен. Крабики. Вот крабики. Тут, конечно, витринка. У нас тут огонь, огонь. Она горит вся. Видите? Колбаски, котлетки по 1000 гривен за килограмм. Вот эти колбаски. Этот кальмар с тунцом. Одна колбаска входит на 300 гривен. Потом. Нужно вкусные, вялые томаты. Тут это вялые томаты. Там и да. То нет с форелечком на 3 вялые томаты. 1600 за килограмм. Потом вот такие рулетики. У нас фластинки змеи. Мы вчера все видали. Вибачили. Такие рулетки 1600 гривен за килограмм. Эскалара 900. Не забывайте, что у нас есть хамончик 250 гривен. Потом. Копченый рулетик. Копченый. Копченый малосылочка. Она 900 гривен за килограмм. Копченый дунайка 400 гривен за килограмм. И малосольная вот такая пачка 450 гривен. Ну, эти копченые тортики у нас идут 1400. Кальмарчик 1500. И у нас есть это очень вкусно. Гурмушка кита. Она очень вкусная рыбка. Она, знаете, напоминает мне, вот как вкус детства. Горячего копчения с кумбри. Она идет по 1000 гривен за килограмм. Девочки, по поводу Камчадала. Вы сказали Шаланда. Камчадал – это производитель Киевской области. Мои умники. Вот вы знаете, я вот все время поражаюсь от того, что человеку, когда нет что делать, она лишь бы что написать. Камчадал, Шаланда – это российская икра. Девочки мои, это икра Киевской области. Вот я вам открываю Шаланду. Леся, иди ближе. Покажи. Четко видно? Видно четко? Киевская область одна. Киевская область другая. Девочки, вы, если вам скучно, и вам не ма до чего до меня уже прицепиться, потому что это действительно, вы знаете, вот сидите, лишь бы сидите. Я лично, я вообще не понимаю. У меня вообще не ма время, чтобы сидеть и шукать. Неужели вы вообще не понимаете? Забудьте про икру, яка была раньше. Сейчас у нас есть украинский производитель, очень вкусная икра, зернеста, крупнозернова, кита, горбуша. У нас еще есть производство. Америка, я уже забыла. Америка и Канада. Она тоже вкусная икра. Америка, она приходит, вы знаете, в луточках, замороженная. Она обалденно вкусная. Но она тоже сейчас на весь долг, потому что ее нет. Вот. Хороший производитель. Шаланда. Киевская область. Девочки мои, я вам уже говорила и говорю, если вам моила кутичек скучно, но в принципе я тоже не могу вам запретить говорить, потому что, ну други тоже, знаете, благодаря вам другим людям тоже узнают, что я это икра, да? За той стороной Леси. А что я могу? Нет, нет, нет. Вы правильно, правильно. Пишите и пишите про икру. А я вам еще раз хочу показать. На ней выдаются декларации, на следующий сертификат. Вот. Декларация про ответственность. Про ответственность. Сертификат ответственности. Потом. Вот. На эту икру, мои хорошенькие. Его, смотрите, икра лосося зерниста. Икра лосося зерниста. Икра лосося. Икра лосося. Ви, мою красотурую. Вот. Икра Минтая, икра Мойве. Это посвящение про качество. Да, смотрите. Ви меня понимаете, девочки мои. Если вы в чем-то не понимаете, серьезно, то вы хоть не говорите. Ну, вы... Ага, что такое? На весь твой товар у тебя есть документы. Ну да, ну на колбасу, на рыбу. Девочки, приезжает рыба, дают документы. Приезжает колбаса, дают документы. Запомните раз и у нас сюда. У нас есть лаборатория, в которой мы каждый день носим документы. И эти документы тоже. Так что сертификаты и ответственности у нас тоже они есть. Девочки мои, я вам уже говорила, если вы хотите меня чему-то сковородить, то у вас это не получится. Потому что, вы понимаете, очень много таких злочек, которые сидят на базаре, лично, около меня, в нашем окружении, и пишут у бигадости. То, что мы знаем, кто это они, это они думают, что мы ничего не знаем. А мы-то знаем все. Так что, любые мои, мир, добра, позитива. И пиши дальше, а вы знаете, да, вы больше, больше открываете глазки. Особенно тут вот на привозе. Вам оливаются, а за вашей спиной идут иди, 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 иди. Мы это тоже все знаем. Все ты, Лесенька, не вставай. А вообще я хочу сказать, что все прекрасно, все прекрасно. Вы понимаете, я, вот я, допустим, такая человек, я уже вам говорила, да? Вот я такая, как я ем. Сегодня я такая, где-то, завтра такая, думаю, я такая. Коли свина я одного, около корова я третя. И вообще каждая людина, вона И хочу вам сказать, что я лично, как на меня, Леся, чуть-чуть, ты берешь голову, ты переживаешь, девочки мои, а я не переживаю, потому что людина, когда не уверена в себе, она будет писать, что хочет. Но тем не менее, Леся, ты понимаешь, не могут быть все хорошие комментарии. Мы не идеалы, мы не должны быть идеалами. Мы должны обсудить, какая у меня красивая попа, какой у меня красивый животик. Вчера одна девочка пишет, ну что я виновата, что у меня дома такой халат, Леся. Думаю, халат не знаю, сколько он. Что, наверное, я не... Ну, я в одного десю. И он тут то хороший, а тут то трошки разбирается. На что вы похожи? На кого? На Святлану Базаренко, да, вот такая я. А что, у вас нет такой вещи, которая на вас тут прекрасна, а тут такое? А у меня есть. Так что, любимые друзья, самое главное, чтобы настала перемога, чтобы мы были здоровы. А все остальное, вот то пишите, друкуйте. Я самое главное, я не убежать, честно. Я не на коне убежать, потому что миллион людей, миллион мнений. Я же не могу всем нравиться. Ну, правильно, я же не 200 гривен, Настя, украинка. Доллар. Доллар. Доллар, да, нет. Мы угребим.